продолжаем освоение движения по компасу следующий прием у нас упреждение этот прием похож на односторонний бег мешок он используется когда ограничивающий линейный ориентир есть только с одной стороны от нашей цели мы находимся на перекрестке ну в текущей дистанции это может быть какая-то привязка куда мы временно выбежали не обязательно старт просто я обозначил сейчас так наше местоположение и контрольный пункт стоит на конце некого линейного объекта данном случае это бугор это может быть овраг канава это может быть там просека который имеет окончание и не продолжается дальше и контрольный пункт вот сейчас данном случае стоит на лощинке за концом этого бугра мы могли бы снять точный азимут для того чтобы попасть прямо на этот объект но из-за того что здесь вот чисто дальше зеленочка вот труднопроходимая растительность она может нас отклонить она бывает разной и мы можем ошибиться и случайно отклониться правее и тогда мы промахнемся здесь конечно есть ограничивающий ориентир дорогу который не даст сильно уйти дальше но ее могло бы и не быть тогда мы будем идти долгой ошибку усугубиться поэтому чтобы нас поймать здесь можно использовать бугор то есть мы будем снимать азимут не на пункт а закладывать заведомое отклонение заведомо в левее чем точный азимут с тем чтобы потом выйдя на этот длинный бугор пойти уже не сомневаясь вправо чтобы скомпенсировать это отклонение найти контрольный пункт то есть когда мы бежали в мешок мы могли как влево себе позволить отклониться так и вправо и выйдя на дорогу мы там по компасу определяли на какую же дорогу мы вышли здесь мы не можем себе позволить отклониться вправо и берем упреждение влево заведомо левее пойдем и потом уже будем компенсировать его именно вправо больше никак снимаем азимут здесь ну можно конечно и про и ладошкой но все-таки лучше азимутом лишний раз не повредит колбу крутить лениться не надо поэтому лучше снимать точный азимут вот снимаю я его не на воронку мы на нее не обратим внимание а именно на бугор бугор этот высотой в одну горизонталь сечение этой карты два с половиной метра с учетом того что мы находимся приблизительно на высоте предыдущей горизонтали мы наберем два с половиной метра ну возможно меньше то есть основной горизонталью здесь показано конечно небольшой бугор вот но заметный мы его увидим обязательно нас остановит мы снимаем азимут именно ну вот примерно на середину бугра вот как то вот так из точки где мы находимся в точку куда хотим попасть крутим колбу воротцами на северную сторону карты на стрелку сейчас не смотрим видим линии магнитного меридиана вот воронки мне в помощь это они всегда галочкой показывают на юг линии магнитного меридиана воротца в северную сторону карты дальше мне неминуемо нужно компас разместить горизонтально возможно будет видно чуть хуже но так уж работает компас строго горизонтально загоняю стрелку вороться дальше поднимаю компас на уровень глаз смотрю направлению платы но реализую сейчас это не так строго как я бежала по азимуту потому что бугор поперек и он поймает меня даже при небольшом отклонении здесь как раз вот усложнение здесь есть вот зеленочка труднопроходимая растительность она как раз меня замедлит и отклонит и поэтому я выйду на бугор в какой точке точно знать не буду но зато буду знать точно что мне нужно скомпенсировать свою ошибку вправо действуем прям точно воронка попалась да ну вот он бугор его в общем видно что вот вот видно что я поднимаюсь то это очевидный бугор конечно не два метра высотой но он заметный и линейный вот мы вышли в бугор в район вот этих вот неровностей точечки это микронеровности и я знаю что мне скомпенсировать свое отклонение нужно вправо право по бугру по бугру бежать легко это хребтик ну и вот собственно при движении по бугру очень легко он приводит нас в лощинку который стоит наш контрольный пункт ну и конечно подбегая к п нужно заранее посмотреть его номер и направление ухода а